Так, ребятки, показывайте. Ну да, смотрите, они в принципе очень даже мощны, но, блин, перезарядка, перезарядка, конечно, у них очень долго действует, и в итоге, что мы видим, красные выиграли. Всем привет, ребят, с вами Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Ancient Warfare 3. Ну что ж, у нас очередное обновление, и что добавили? А добавили у нас новые современные оружия. То есть, смотрите, у нас появились гранатомёты, у нас появились турельки, и у нас появились вертолёты. Это самая такая вообще главная вещь, которая тут есть, и они называются вот так, АА-64МИ-28, и просто Тигр. Ну что ж, давайте мы сейчас всех протестим. Сначала я хочу протестить человечков, как они будут сражаться против друг друга. Допустим, поставим вот эти турельки, да? Нет, хочу сначала поставить одного турельщика против красных, да? Вот, допустим, поставим, ну, человек 9, пусть будет, да? 9 человек против одного, представьте, и давайте посмотрим, кто затащит и кто выиграет. Было бы, конечно, неплохо, если бы Синий затащил бы. Оу, Синий, куда ты разворачиваешься? Что за фигня? Синий, ты что, дурак? Зачем он развернулся? Чувак, серьёзно? Во. А, не, ну смотрите, всё, это, короче, какой-то багонный персонаж. Может быть, я его как-то неправильно поставил. Давайте сейчас попробую переставить, либо больше вот этих чувачков поставить. Так, ну ладно, чувак модерн, значит, и ставим его ещё побольше, короче, таких же поставили, только побольше немножко. Ну, пусть будет их 3 штуки, ну, поставим в разных местах, пусть они будут вот тут. И плей, смотрим. О, смотрите, всё-таки вот эти хотя бы начали атаковать, а некоторые почему-то у нас до сих пор какой-то фигней маются. Я не знаю, с чем это связано, но надеюсь, разработчик пофиксит эти баги. Ладно, окей, тогда мы сейчас вот этих всех чувачков удаляем и тестим следующих персонажей. Так, опять вкладочка модерн и смотрим, кто тут у нас ещё есть. Смотрите, тут у нас точно такой же чувак есть, только без армора. Тут, смотрите, на пулемёте нету армора, а на этом есть. То есть, ну, в принципе, я думаю, понятно всем что-то как, поэтому не будем мы вот это тестить, это слишком очевидно. Так, окей, дальше тут у нас есть гранатомётчик, который тоже так же оснаряжён поэтапно, то есть, один имеет такую броню лёгкую, а второй тяжёлую броню. Поэтому давайте сейчас, наверное, тоже парочку таких чувачков поставим, три, и против них тоже будет какая-нибудь толпа. Но я думаю, толпе это будет капец из-за того, что всё-таки у нас гранатомётчики, и они начнут просто гранатами всё закидывать и убьют их. Так, естественно, сейчас мы это всё протестим. Так, ребятки, показывайте. Ну да, смотрите, они, в принципе, очень даже мощны, но, блин, перезарядка, перезарядка, конечно, у них очень долго действует, и в итоге, что мы видим? Красные выиграли, их осталось, получается, пятеро, да, но вы видите, да, сколько положили наши вот эти синенькие. Неплохо, неплохо. И переходим к самому интересному. Получается, сейчас у нас остаётся только вертолёты, сейчас мы будем их тестить поодиночке и смотреть, на что они у нас способны. Так, окей, начинаем тогда с ААш-64. Вот у нас есть один такой вертолётик, и против него я, наверное, поставлю ещё пару вертолётиков, только давайте мы поставим три. Потом ставим красных, модерн, аналогично ставим наши вот эти ААшки. Их пускай будет, наверное, тоже штуки три. И посмотрим, три на три, кто кого. Интересно, как вообще выглядят вот эти баталии. Ну, смотрите, что они делают. Они стреляют друг в друга ракетами, и в итоге просто тупо выиграли синий на скорость, да, то есть они впервые выстрелили, в итоге они и выжили. Прикольненько. Так, ну давайте тогда ещё поставим других каких-нибудь вертолётиков. Так, давайте-ка сейчас мы вот эти удалим. Эти тоже удаляем. И я думаю поставить два вот этих новых вертолёта, не по одиночке, а сразу же два протестить, против каких-нибудь войск. Потому что, ну, в принципе, понятно, да, что у нас делают вот эти вертолёты, против друг друга сражаются, и это как-то не очень интересно. А вот думаю, тигру вот эту поставить, да, будет намного круче против войска какого-нибудь поставить, да, будет у нас красное войско. И так, надо каких-нибудь снайперов, что ли, наставить, чтобы они смогли всё-таки таранить наших противников. Или давайте поставим танк. Вот поставим мы один танк, и поставим вот этих каких-нибудь чувачков, только я не хочу с пистолетиками, я хочу с какими-нибудь автоматами. Вот, допустим, вот этот тяжёлый, смотрите, броня у него, автомат есть, С-416. И поставим их вот так, да, в разнобой вот так наставлю, чтобы и тут они у нас были, и тут. Ну, короче, по всему гарнизону вот так их наставлю, именно по карте. И всё, тестим. Нажимаем плей, и смотрим, что у нас тут вообще будет. Смотрите, в принципе, что делают наши красненькие чуваки. Они отступают. Какого хрена, я этого вообще не понимаю. Ребят, вы бы хотя бы в вертолёты стреляли. Да, я не знаю почему, но они реально все отступают. Даже танк на месте стоит, хотя по нему фигачат тут только так. Ну, короче, синие выиграли, и это прям единогласно. Даже по ним никто и не стрелял. Я, конечно, не знаю, каких тогда войск надо использовать, чтобы они агрились на вот этих вертолётов. Я не знаю, может быть, всё-таки гранатомётчиков те же поставят. Но я думаю, они же, по идее-то, только на толпу работают. Так, ну давайте попробуем всё-таки. Чё, попытка не пытка? Так, только я забыл выбрать вкладочку Modern. И смотрим, где у нас гранатомётчики. Вот они. Гранат ланчер. И поставим, наверное, их дофига. Но по разным точкам, да? Тоже вот так как-нибудь наставлю их. Так, ребятоньки, надеюсь, вы хотя бы будете агриться на моих вот этих чувачков. И давайте я одну турельку поставлю. Посмотрим, может быть, турелька будет мочить их. Так, окей, плей. И смотрим, мочат ли наши гранатомётчики. Нет, гранатомётчики нихрена ничего не делают. В итоге все просто тупо спасаются Бексом. Значит, против вертолётов у нас практически никого нету. То есть, это имба. Ну что ж, протестили мы всех юнитов. И давайте я какую-нибудь сгенерирую бойню. Ну что ж, наше сражение будет выглядеть примерно так. Я взял карту из стимовской мастерской. Только добавил к ней вертолёт. То есть, у вот этих красненьких. Помимо вот этих отбивателей. И, кстати, я забыл сказать то, что у нас ещё есть огненные арбалеты. То есть, вот, смотрите, тут установлен арбалет такой. И против него ещё наши вот эти синенькие чувачки. Их дофига. Вот столько. Такой отряд именно наземный. Плюс три вертолёта. И все они разные. Тут и АА-61. Тут и тигр. Тут ещё другой какой-то. И против них ещё, кстати, вот один будет вот такой тигр. Не знаю, конечно, кто победит. Может быть, всё-таки вот эти чувачки отдефаются. Может быть, всё-таки они проиграют. Но посмотрим. Давайте, да, приступать. Играю я за красного чувачка. И давайте посмотрим, насколько сейчас будет эпичное сражение. Потому что именно от этого вида я вообще очень редко играю. И что ж, залезаю сразу же сюда. И буду как-нибудь мочить наших противников. Так, вертолётики. Вертолётики получайте. Вот, смотрите. Вертолёты. Всё-таки по ним же можно стрелять. Я не знаю, почему наши вот эти чувачки не стреляют по вертолётам. Хотя, зря они этого не делают. Потому что надо. Но в итоге, всё, меня убили. И, блин, конечно, фигово. Что тогда делать? Видим, как вертолёты просто уничтожают вот эту базу. И куда, интересно, тот-то вертолёт делся? Что-то я вообще не вижу. Видно, наверное, он по ПВПшился с другим вертолётом. Потому что, смотрите. Синих-то было трое, а осталось теперь двое. И это, конечно, фигово. Так, синий, а что ты делаешь-то? Ты что, по своим, что ли, фигачишь? Как-то странно. Он, смотрите, стреляет, будто прям по своим. А, не, вроде всё-таки по чужим. Так, ладно. Окей, сколько чужих у нас осталось? Смотрите, 12 человек против 79. Я думаю, синий, конечно же, выиграет. Потому что... Ну, потому что уже всё. Видно, что сражение пришёл конец. Вертолёты просто тупо тащат. Так, окей. Шесть последних человек осталось. Да, тут и арбалетчики, и эти. Но что они могут сделать? Они ничего не смогут сделать. Потому что они какие-то глупые. И не додумались до того, что можно стрелять в вертолёты. Поэтому всё-таки два вертолёта выжило. И весь отряд, в принципе, тоже цел. Они даже не успели до сюда добраться. И что ж. Вот такое было сражение. Вот такое было обновление. Если вам оно понравилось, и вы хотите больше этой игрушки, то пишите обязательно об этом в комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok